поехали по красненький нам же все сами видно дали моя заказуха галимая заказуха на кассе сегодня выяснилось что не у юры не у меня даже обычный нет мак я не знаю что искать здесь но мне уже хорошо суши ну аромат не просто интенсивный он еще и сложный да здесь помимо черных ягод здесь его надо изучать какие-то косточковые фрукты да здесь есть слива здесь не верфик но есть черный персик так всем привет ребята ну выбираем вино сегодня для дегустации для нашего школе раута светского смотрите выберем парочку российских юн белых сегодня вот и смотреть не будем честно говоря я что-то вам тоже не рекомендую заглядывать вот это все за гранью добра и зла я думаю где-то от 350 надо искать вот ну сегодня попробуем ликурия это я знаю это хозяйство это долина левкаде классный террор чик вот надо брать тем более жаль ликурия террор там купас трех сортов значит возьмем пеногриджо москако это легендарное хозяйство москако все его слышали о нем но попробуем пеногриджо любимый сорт девочек правда в итальянском исполнении в основном дальше ребята смотрите новый свет что из нового света возьмем тут у нас или есть австралия есть чили вот ну я не рискну брать австралию за 400 рублей вообще не да может быть надо услышать такой попробовать на следующий раз к следующий обязательно потому что я просто неправильно как можно привезти виной за австралии за 400 рублей вообще система попробуем но в этот раз мы возьмем не вот глянулся вот этот савиньон бланк с этикеткой похоже на доллар вот и три красных да берем ну как давай как минимум прекрасных значит я давай остановимся на старушке европе меня заинтересовала бомба такое название это ожидаем бомбическое ну посмотрим что там они там бомбического да там черной этикеткой белую букву все как надо да 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 вызываешься ведет это вино в общем но темпронилия яркий сорт попробуем но и цена такая принципе недорогая 100 рублей вот что интересно и замечательно и слышал я про это вино гарнача которая получила 92 балла по джеймсу сам саклингу это известно такой критик достаточно такой ипотажный парень вот но его оценка прислушиваться к ней люди стоит всего 489 рублей надо пробовать потому что отзывы были хорошие парни и третье что мы возьмем предложил давай мило да подумаем 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 а вот что да давай возьмем вот еще что я о чем слышу сказано да это появилась в продаже бренд веневере я его давно знаю это шатомире это грузинская небольшая винодельная я не знаю как они дают такие цены вообще цены для грузии просто честно говоря очень заманчивая тем более что есть здесь сам понимаешь если есть опираю за 649 муху за не за 699 понятно что надо выбирать всем привет добрый 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 день добрый вечер доброго времени суток добрый утр в письмах я буду открывать вино и раз каля расскажет о чем сегодня нам приготовил прямо сразу вот так сушила нить а мы не задать как-то паузу потому что ну ты как-то в общем опиши а потом может быть так как не знал точно что будет сухое сладкое красное белое вдруг розовые ну всякое же можно тебя ожидать поэтому пытался приготовить что-то более-менее универсальный посередке стоит запеченный паштет опять и зубки без грамма печени утиный паштет запеченный по другому способу вот это да тоже тоже не из печени тоже не из печени тоже зубки это попробовать на мой взгляд получился нежненько и неплохо слева в кадре соответственно справа от нас стоит тартарчик ну это говяжья вырезка и прочие ингредиенты сырое на всякий случай предупреждаю да вроде тоже должен подойти справа в кадре слева от нас стоит что-то типа риета вариация моя на типу риета с морепродуктами каймак красная рыбка креветка ну а там креветочные чипсы и греночки для всего этого рассказ так я рассказываю значит мы на самом деле купили с колей 7 вин если вы уже видели как мы не сдержались хотя хотелось 5 сначала уже на неделю за последний вот я думал как их выставлять ну понятно что с белого по красное да но в принципе тут вот и я почитался пока куля этом готовил значит здесь есть у нас у нас идет мускак идет полусухое вот я тоже ну дайте надо уставлять по сахару всегда да то есть от сухого более сладким да но я опасался что савиньон блан который есть и здесь и здесь он будет ну считается что савиньон блан нельзя ставить период он очень такой яркий аромат на он такие более скромные сорта забивает но сейчас я даже понюхал пробку мускака я понимаю что это будет что это будет очень серьезная штука так что я думаю что он справится ну и потом тут всего 7 граммов сахара это никого не смутит потому что скорее всего этот сахар не добавлен а это натуральный сахар который остался винограде но после того как его из брать да ну то есть остановили брожение чтобы не делать высокий алкоголь и оставить натуральный сахар который был виноградной ягоди пиногриджио это любимый сорт всех женщин на свече девушек дали варят пиногриджио там такая же тема отличный яркий сорт ну маскарка хозяйства легендарная находится она на малой земле малая земля малая земля возрождение нет поздравляет целина было но и что вот стоит сказать человеку этого поколения а только слово малая земля сразу говорит еще три слова возрождение целина фото фамилию меня жада вот но у меня уже течет слюна и она еще сразу тартар съем а ты вот еще мне не рассказал про эти чипсы это креветочные чреветочные чипсы ну если кто-то захочет расскажу вам отдельно готовится три секунды на катик в риет вот попробую только аккуратно он жиденький получился мне кажется к белому будет неглама очень неплохо ну что я могу сказать прекрасно звучит хотя мы не успели даже достаточно охладить с тобой вино но принципе даже вот в таком практически комнатной температуры она прекрасно сбалансирована на мой взгляд многовато сейчас сделаю глоток более полный прекрасно сбалансирована у него есть такая легкая горчинка я думаю это теруарная особенность потому что пиногриджи не дает такую горчинку обычно обычно то что я пил он сластит больше да сластит но здесь она такая придает такую пикантность травянистую такую знаешь и принципе я считаю что очень неплохое вино тем более за эти деньги она не супер тельная потому что понятное дело что это большой объем промышленное производство да то есть и там тебе немалое хозяйство да но здесь в нем все у нас находится в гармонии немножко чуть больше чем нужно редукция в первом носе да то есть все таки вот эти сернистые тона но они вполне здесь читаются как теруарность и такая минеральность вполне мне очень понравилось да ну здесь идет тут скорее это может быть даже не серность а это именно скорее свойства теруара потому что я знаю прекрасно эту землю москака там вполне рождаются минеральная вина то есть вот этот запах двух камней ударенных друг от друга там кремния такое на красиво красиво да да ты вот этот попробуй надо и паша и пошел уже чисто леденцовый аромат пиногриджио но здесь он называется пина пина гриджио даже на не назвали хотя можно говорить пина гриджи это французская вариация название сорта очень прилично на мой взгляд это 4 3 уверенно я думаю что это вино заслуживает 4 3 вообще даже без всяких вопросов оценок ставить не буду юр но очень понравилось возможно наложилась моя влюбленность в москака которая пошла сквебрюта это был это открыл мне снова с малой земли думал ну это не знаю что на предприятии москака есть даже землянка брежнева слышал про это ну вот как-нибудь мы с тобой на территории нас подна просимся в гости к моему другу сереже дубевику который является генеральным директором главным там главным вообще во всем и вине тоже вот он нас нам покажет землянку брежнева и все такие артефакты его портупею ну там все есть и из чего он пил из кружек там и так далее да очень плохо да очень неплохо и рот такой приятный свежий вот есть вот эта травянистость я не знаю как они достигают она придает вот такую она свежесть да она придает свежесть и конечно это очень гастрономичная история я думаю что даже любую любая закуска которая здесь есть практически она вполне сюда пойдет и паштет на на эти даже можно справиться с тартаром да да то есть это вообще будет классно прекрасная история ну в российское виноделие меня не огорчает так поехали с ликурии так ты можешь эти почитать что на мусках и написано что в народ как поразвлекать но ты пока открываешь да я буду пока открываю без улью только очками ну понятно год урожая 2020 краснодарский край новороссийск период сбора винограда сентябрь цвет светло-соломенный аромат легкий нежный тонкий соглашусь вкус гармоничный плотные с хорошей кислотностью рекомендуется подавать при температуре 10-12 может быть лучше открылась вода но что же падение она у меня как она была бы просто приятнее очевидно во вкусе да но с точки зрения дегустации мы во первых увидели что будучи подано теплым она не себя не дискредитировала не днем нет дефектов мы просто можем понимать что это совершенно крутое там прилично очень верно удачный аккомпанемент к морепродуктам благородным сыром также вино прекрасно в качестве аперитива ну мы собственно этим и занимаемся это вообще я уже поел чем-нибудь у меня уже слюноотделение повышенное прекрасно на мой взгляд да на очень неплохо москака браво вот давай пробуем ликурию ну что такое ликурия да вот называется вино ликурия теруар я знают хозяйство прекрасно знаю практически с его начала его деятельности хозяйство называется левкадия находится она в крымском районе село молдаванское не случайно так названо там издавна жили молдаване то есть там занимались там уже очень давно виноделием и вот в один момент купил это предприниматель михаил иванович николаев который стал строить там целый кластер целый сад как сказать город такой деревню винодельческую да там где есть можно купить и землю вот и вот на старости лет хочешь себе купить там землю возле озера и ты можешь там купить вино виноградник ну там небольшой и вот прямо отдать виноград свой или очень ничего не делать с ним то есть тебе будут вас делать не будет просто твой тебе только каждую весну будут вино отдавать твою там стоит и кетка и тут полностью такой индустриальная индустриальное производство вина на общее винодельное вот ну такая вот интересная интересный такой проект но при этом у них конечно есть свое производство большая винодельная свои виноградники там еще много чего есть интересного вот мы здесь написано кстати читаю что написано написано что там купаж трех сортов так выдержка в дубовых бочках 6 месяцев савиньон белый шардоне вионья вионья пойми прочитав я не да конечно вот купа 6 до долина левкаде совершенно верно россия краснодарский край ликуре террор ну из лирики как я назову это уже всюду ну здесь там еще ты пропустила и сказал что выдержка в бочке есть там да нет я сразу прочитал выдержка в дубовых бочках 6 месяцев это интересно и на самом деле для вина за такую стоимость мы получаем во первых блэн трех интереснейших сортов во вторых выдержка в бочке в дубе до которую в общем то ну скажем так для белого вина это не столь распространенная практика если она проводится значит исходное сырье тоже должно быть достаточно интересным и мощным да то есть она ну как сказать нельзя выстрелить из пушки по воробьям как говорили в белоруссии нельзя а вы что нельзя запихнуть в бочку понимаешь то есть да или так это правильно говоришь из пушки по воробьям да то есть наоборот из воробьев пушку забить его да да нет смысла никакого ну пробуем поэтому сам по себе блэн был тоже очень на мой взгляд крепким я чувствую здесь шардоне она выделяется шардоне традиционно в этом регионе получается неплохо а секунду мы видим более такой округлый вкус если сравнивать например спина гриджево от москака при том что мы скак или сахар сахар здесь москак совсем не чувствуется он не привалил да не то что не проваляли вообще не как будто нет вот эта травянистость она его полностью развивает перевешивает и освежает не перевешивает то что там достаточно гармонично здесь уж более такой во первых она по моему покрепче градусом ну когда посмотреть что у нас здесь 12 6 у тебя кто больше 19 5 мне показалось это более спиртуозно но нету во рту по крайней мере ощущения спирт спирта есть и как будто бы вот этой свежести меньше она такой более гладкая такой ровная более кислый кислот на и вот вещь более заговорить не более более изучают маркет да можно ты будешь говорить о я пока ртанским я просто не лога и искачет вот в первом ночи только засунул нос бокал мне почему-то ассоциация такая прям выстрелила дымом дорогой быть но можно ли минеральный вот минеральный а возможно это вот даже вот эти вот два камешка что-то такое было аромат мощнее мощнее на суде мощнее чем москак москак и действительно нежный цветочный это уже совсем другие тона мужчина он здесь конечно думал ароматику здесь ничего ниже но о чем я говорю но есть он действительно в бочке нам же оттуда перенял то многое да вот мы вот почему здесь три сорта два из которых я считаю с ароматичными савиньон главные ли они вот это яркие интересные сорта но ты как бы блендом сюда как будто бы мощнее должен быть чем сортовой я сам хочу попробовать ты знаешь эти хочу качество стартаром ты попал в том смысле что он а он у тебя мне кажется и под белое под красное пойдет причем к моду тебя вообще универсально получился возможно добавление от того что добавил там туле огурчик что-то такой вот там огурчик и декорабил джиджид каперсов все-таки ты знаешь даже каперсы не противится сильно то есть ты как-то с ними так их совсем чуть-чуть это сыграл я искал каперсы вообще нельзя ну ты все что даже нельзя ну каперсы попросил поменьше дельтона считаются антагонистами вину машином ликури террор мне нравится я поставлю ему тоже 43 меня не считаю что она круче чем москака пиногриджо вот она другое он у него другой характер вот она понравится больше любителям таких спокойных не ярких и может быть не очень кислотных вин она но и таких девочковых как все-таки пиногриджо да да не девочка то есть она как бы скажем это первая ступень вот к выдержанным шардоне понятно что это не дотягивает до великих образцов там шардоне которые мы там знаем шабли и прочее да то есть конечно здесь такое но уровень выдержан нормально ну как будто знаешь вот спортсмен как бы который вошел там какую-то призовую зону но пока еще не выучился на первое на второе место да не чемпион вот хотя принципе я считаю что тоже я поставлю 43 для ликури для меня это нормальный уровень олимпийский резерв да конечно там рубеж там четыре с половиной ему не перешагнуть но а 4 3 заслуживает потому что это со всех сторон гармонично это качественно ничего не скажешь и вот сейчас до сих пор дым дымок ездил но это не того нет мира вот это было помнишь у нас белок было вино которое до тухлица как-то называл здесь здесь идет минеральность может быть есть чуть чуть здесь остаточное явление ну не не говорил очень приятные так ну все россия у нас закончилась перебираемся с вами мы на другую половину земного шара афри да 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 вот которым как известно все люди ходят к вверх головой как там верх ногами верх ногами антипода там живут вот и вот эти антипода живут в южноафриканской республике интересно очень страна страна которая очень давно блока не колонизирована двумя сразу странами англии франция великими так сказать мореплавателями путешественниками все таки конечно английское влияние там в большей мере заметно сейчас там будет борьба темнокожих негров мы же негров не говорим уже да не говорим негров значит идет борьба за там свободу и так далее но виноделие там основали основали всерьез и там есть несколько винодельских зон от вестон кейп из которого этот свиньон это одна из таких вот самых известных зон ну впрочем ты можешь почитать болтаю для этого чтения кстати я обратил внимание что здесь есть вот видите мы можем смотреть на такие медали декантер 2022 году дал этому вину серебряную медаль вот и они получили также на international wine challenge 2000 до старых до английский конкурс получили бронзовую медаль вот так что в принципе вино уже титулованная ну почитай что пишут там регион произрастание винограда западный кейп ну не написать западный мыс да юар урар год год урожай 21 а тут ничего такого нет особо лирически я не пишу меня лирики нет состав вино из винограда сорта совиньон блан сто процентов ну и дальше состав калорийность ну срок годности не ограничен ночью мы справимся значит и без надо будет описывать сами расскажем обтюрить а вот завернут во что-то этот паштет это что такое он запекался бекла в беконе запекался горасти пожалуйста ты положил страшно значит давай попробуем я уже на самом деле вздох сделал такой и чувствую уже пошла такая немножко тропика здесь и но я тебе скажу так что вообще савиньон блане выделяют там вообще есть пять стилей сувенион блана одного да ну по мне винограда а именно вина и свиньон блана можно сделать в пяти стилях но так условно говоря можно основных стиле 2 это южные северные северные это долина луары это франция это такой травянистый классический аромат это лист черной смородины помнишь который в каберна савиньон пришел да также там выделяют аромат пипе дыша кошечка пописала на куст крыжовника крыжовник вот такой и южный стиль это новозеландия в первую очередь это сильные тропические фрукты манго маракуйя какие-то там очень невероятности вот 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 манго с маракуйя да значит но вот эти хочу сказать что в принципе вот этот уэстон кейп показывает нам конечно южный стиль но с признаками северного я считаю что это признак хорошего вкуса потому что они не передавливают вот эту вот тропиковскую составляющую первый нос моментально манго меня мы меня убеждают том что тропика есть здесь если бы ты пробовал манбро да некоторые образцы из новой зеландии ты бы ну как бы ну скажем так они иногда работают знаешь ну как будто что-то попса какая-то идет то есть сделать прям вот как как сок мультифрукт вот такой знаешь и вот эта попса она убивает вино потому что вину не дают показать себя вот в развитии понесет от крысы наливаешься сразу там мультифрукт такой что-то подышал там раз ничего нет а здесь вот есть такой вдумчивость в этом вине я все удивлен что в принципе за такие достаточно небольшие деньги мы можем купить вино которое реально доставит нам удовольствие и реально будет похоже на серьезные и дотягиваться до серьезных дорогостоящих образцов цвет нет аромат тона ну парам дурной ботвы езда есть конец я угадал но это сортовое савиньона до завтречь да такой вот здесь смотри полностью рот твой наполнился вот этой зеленью такой какой-то вот пряностью такой какой-то может быть даже немножко перечностью да то есть вот и не у тебя прямо такое ощущение что ты вот эту ботву иди только понюхал ну и не пожелал бы ну хорошая от этого снова приеда от этого приятно стало потому что в принципе во первых рот не разочаровал после носа вот здесь не гармония меня однозначно есть гармония вот например на вливка в ликури немножко я ну скажем так было был легкий дисбаланс вот но вот это вино у которого этикетка похоже на доллар я просто пытался ее запомнил запомнить легко этикетка похоже на долларовую бумажку но правда не знаю какую вот ну я могу сказать что ребята это не вау-эффект да но как бы это вау-эффект потому что за эти деньги извините она вообще тянет очень даже неплохо понимаете поэтому я считаю что это зачет точно зачет я я ставлю 44 этому вину то есть это уже на грани там вхождение там высшую лигу вот и очень даже неплохо ребят сделано для меня это вау-эффект и еще ты представляешь что мы ну ты посещаешь современ из новой зеландии сейчас дадут 2-3 он из раньше 2-3 тысяча не санкции наложили не наложили выложили мы на них ну короче они не быстро уйти короче они не поставляют больше нам вино вот ну не знаю хорошо нам от этого ли плохо другие страны займут их место во первых вторых некоторые европейские страны привозят наливом савинянблан оттуда разливают бутилируют уже там в испании во франции и в принципе поставляю сюда плюс новозеландский санян бланкера но до нас докатит но ведь он дорого стоит хотя ехать примерно одинаково что с юарсов снова зеландии только что подальше так кажется но а так там и на земном шаре 100 верстни крюк для пеши да ребят ну честно вот я пошел без всякого заказа со стороны красного и белого решали находом нам же все сами видно да и моя заказуха галимая заказуха а на кассе сегодня выяснилось что не у юры не у меня даже обычной нет моя задача делать обычная вот как бы ситуация смоделировать да когда вы идете в магазин смотрите на витрину покупаете вино и как бы пробуйте его дома да вот вот я такой же человек как и вы я пошел купил несколько вид просто сделал для вас потребительскую навигацию но я не выбирала специально хотя у меня была там спаргалка но я тех вин которые мне прислали не нашел в результате понимаете но практически случайно взяты из полки вина оказались в общем достаточно очень приличного уровня я думаю все равно еще будет охлаждено чего мы не с тобой не сделали не успели она вообще будет на ура заходить я тебя провожу и охлажу да и сбегаю второй раз вот вот такая история ребят но пока первые три вина лидируют я считаю что очень круто на самом деле хорошо правда меня наша розница при том что наши вины тоже не отстают пиногриджи очень интересная ликуре террор вот ну как бы этот парень он немножко встал чуть-чуть на ступенечку выше абсолютно согласен во рту просто ну вау эффекта может у тебя не было у меня был взрыв ну а края 6 вида весь рот ну давай давай представим что мы потом значит эти суда пойдет во первых знаешь что сюда пойдут хорошие такой средиземноморский такой вот с намешанными листьями салат там греческого дуна там вот не такой реческие шопские журки да да и вот такой вот первые вот эти вот ты писаешь от сидишь на на берегу моря воздух вот этот классный морской такой сверху и тебе знаешь какой-то они в европе в средиземноморье там в италии там еще где-то на побережье в греции они приносят такие классные салаты с морепродуктами такие значит зеленью не вот это ты все запиваешь таким классным савиньоном понимаешь это вот просто бусина уровень ю так и морепродуктовый он очень свежий него ну попробуй так я уже пробовал ты пробовал сейчас попробуй но хорошо кушон как раз где-то к морю имеет некоторое отношение я тебе так скажу что в отсутствие листьев салата вот этот савиньон как раз дает вот этот вкус листьев салата понимаешь то есть допустим у вас может не быть зелени вот в блюде но не нашлось одну не нашлось туда взяли просто паштет риет тартар запилю как будто вы там помидором за ели или какой-то там травой но чем классно то есть это практически жидкая жидкая весна весна и лето в бутылке понять жидкое лето в бутылке круто ребят морской бриз там же поехали по красненький так ну вообще сушен у меня вратах ночью нормально я пожалуй сбегаю потом за савиньоном точно да 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 значит ну вот тут коля после того как мы с ним общаемся он еще и потом еще прикупается все делает выручку красному и белому надеюсь вы тоже кунули в ближайшем после нового года мысхака кюве брюд уже не остался быстро нам кстати люди писали в комментариях что они по нашей науке покупали мысхака так что нас собой точно должны на москака принять коль я думаю что хотя бы там в гости то есть они нас позовут и мы там еще чем попробуем вкусного с тобой так ну что я открываю гарначу про нее на самом деле я там состою в чате кстати я укажу в описании телеграм-канал такой секретный есть у нас свой где выкладывают все новинки по красному и белому называется вино энтко вот ну скажем так ведет его один из одна из один из одна них нельзя они шифруются там сотрудники вот сотрудниц я могу сказать что только на меня так красивые женщины очень вот значит а там то других и не держит вот но дело в том я скажу только так что красное и белое было в общем такой достаточно обычной сетью ну там с обычным ассортиментом но потом у них появилась надежда вот на лучшее наш компас земной да вот значит и так ну уж не знаю кто добыл это вино значит она имеет 92 по джеймсу саклингу это такой известный очень винный критик известный что так вот и к нашим ипотажным стилем своим ну такой классный дядька на самом деле тип меня такой веселый до разговорчивый и щедрый на оценке да поэтому когда там винные снова видны и как они сюда вот есть да такой вид видны и душнивы да они начинают саклинг подумаешь она поставлена за два балла да это вообще ни о чем ну вот типа нам от еденса два балла саклинга вот но на самом деле 92 балла ребята это немало вот и я даже не знаю как это прочитать набор проекта давать уже испанский знаешь язык твой любимый лак вырезать да ну горначо понятно горначо ну горначо по на 1 0 и надо наливаем наливает а потом я пока пока да там не жалей пока коля наливает и читает я расскажу немножко про горначо про это спою песню этому сорсу потому что сорт этот на самом деле весьма распространенный но как многие сорта такие знаете недооцененные сегодня он пал жертвой своей популярности и своей такой вот удобства для производства да то есть он большом количестве возделался на юге франции на границе да вот это регион из которого это вино это регион арагон это между навар и каталонии то есть границы с францией ближе туда да да и этот вообще регион считается родиной горначо там порядка 60 70 процентов всего винограда занимает горначо и и она в общем это вино как бы с родины этого сорта и сорт долгое время но он считался таким этим массовым каким-то там неинтересным но сейчас все больше и больше людей делают его в таком каком-то более премиальном ключе и это тенденция набирает силу даже его называют средиземноморским пенонуаром потому что ну пенонуар бургундский сорт да и как будто бы вот и более южная такая как я встретил в одном бы я прошу прощения не знаю автора цитаты приношу извинения мне очень понравилась цитата что как известно ну то что горнач это южный пенонуар и он сказал так что пенонуар это как секс а секс на юге это вдвойне хорошо понимаешь поэтому здесь такая история что ну горнача чем-то похож на пенонуар ну может быть это не так ну вообще не надо сравнить ни людей ни сорта но тем не менее и гарпо горначи даже кто-то по моему паркер сказал о том что горначи большое будущее этот сорт недооценен и что нужно обращать постоянно внимание на вина из горначи ну и плюс ко всему как мы говорили же в магазине в горначи и горначи является вторым сортом который уходит в великие вина риохи вот вместе с там пронилию об этом позже об этом позже давай как говорится занюхнем ну совсем другие ароматы уже туда этого белые били дорогой действительно другие но и суши ну хочется уже прямо наслаждаться прямо в носе да то есть вот с ним разговаривать на редко редко бывает когда я что-то от себя начинаю говорить до того как ты договорят даже что он написали в комментариях что я не даю колес кайку ли говорили я говорю я меня уже сказали обвиняю что я диктатор какой-то террористов тебе не даю говорить я просто к тому что я обычно дожидаюсь твои оценки чтобы начинать понимать что мне искать здесь я не знаю что искать здесь но мне уже хорошо слушай ну аромат не просто интенсивный он еще и сложный дождь помимо черных ягод из его надо изучать какие-то косточковые фрукты да здесь есть слива здесь не зерси к черный персик ну черный не черный был ну коли колька поди словку я казался про секс на юге ты сразу про персик сдерживай себя как ты что бороду я сбрюл но она была какие-то вот черничная такая шелковица может быть да такие вот но как называется щелковица по-другому смоковница не спокойно тут овник нет смоковница это другое ты черт бред и инжир что-то у тебя сегодня какой-то скабрезный настроение почему греческая смоковница что вот тут и о чем подумал не знаю по гречи пара нам 8 марта устраивать а я вспомнил что смоковница это инжир и кстати вот здесь тоже вот сказал про инжир но и жир такой прям спел и спел и спел и спел и который прям вот в руки взять нельзя ума развали на суши на это крутая штука да и вот буквально две минуты а изменяется как развивается ну давай пока юра молчит у меня в арту рулонуло сильнее чем савиньон точно ну с белым сравнивать нельзя но немножко все-таки терпкая более да про интенсивность ощущение интенсивность есть во первых она ровная она ягодная очень и она такая знаете может где-то черноплодка но здесь вот именно как мне кажется здесь есть какой-то вот черный такой фрукт или ягода который только растет вот там у них вот ближе к морю спа не до ближе к морю какие-то марс ну приморские такие ну вот я бы все-таки к шелковицы на шелковица слаще то здесь такая терпкость какая-то вот горчинка такая пикантная понимаешь просто потрясающе как перчинка да да как перчинка только горчинка только горчинка и от этого получается торчинка у нас с тобой нет ну серьезно просто серьезнейшая история то есть я вообще не знаю как такое бывает чтобы за 500 рублей купить такое вино вообще но даже цены дашь дашь обязательно дашь и не только цены дашь я дальше оценку я для меня это четыре с половиной вообще вообще без разговоров да то есть это в обычной шкале 90 вот здесь понимаете вино можно сделать долго делать вино там идти к нему всю жизнь она будет великим я не удивляюсь что на родине гарначе люди умеют с ней работать да то есть они умеют сделать ее так как они делают и может быть для себя да потому что но все таки этот сорт там родился и вырос да и более того там есть еще версия что вот канайол который растет сорт на сардинии что в этих регионах жили сарды и они как бы считают что это один сорт вообще в принципе ну здесь перекликается с итальянскими видами вот с их там такими каким-то яркостью насыщенностью хотя в принципе испанские не уступают пошел такой тон черного чая который я очень люблю в вине яркость такая вот возможно конечно уже после первого этого впечатления от яркости от интенсивности уходит вот эта сложность и она начинает казаться более простым она не очень длинная в носе вот может быть здесь наверное она немножко упрощена но вот этот первый его удар такой да там вот этот взрыв он просто на самом деле очень сильно впечатляет я думаю что вино заслуживает всяких разных похвал моя оценка четыре с половиной или менять не буду и я считаю многие говорят что конечно для 500 рублей хорошо на самом деле это но ребята ну вот бывают удачи в жизни у людей да вот и это большая удача за 500 рублей да просто повезло вот как бы за 500 рублей рублей извините купить такое вино и в общем наслаждаться и мы там стартаром с чем хотите спасти там вообще без вопроса с сырами поздравляю вас ребята то есть это очень вкусно это очень хорошо и даже какая-то кофейная такая тема пошла какая-то вот наш заводичку не брать пока ты молчал от этого взрыва я про него и сказала рванула не бомбанула рванула давай стартаром попробуем я уже попробую давай угощайся если чем он еще есть где тут напачкал туда и я молчать не стал гарнача рулит ребята и кстати вот заканчиваем дегустацию пряность пряность которая есть тартаре твоим она очень гармонизировалась вкусами она не вступила в антагонизм да я вот чего опасался довольно же тебе говорил ну вот и душа пряности там немножко конечно это не похоже на пенонуар я здесь вообще не понимаю зачем сравнивать нет совершенно другое вино более пряное более сильное какое-то мощное ну вот ну традиционно гарначу недооценивают это действительно так смотри коль закончим петь дифирамбы этому вино идем да не у нас есть с тобой такой как бы дуализм или на попробовать бомбу да вот есть вино называется бомба ну вот название это мы сейчас попробуем же там за бомба первое но она немножко полусухое вот и есть у нас собирали она сухое я вот боюсь что вот это запираю я просто знаю хорошо эту проваленную слаще чем вот и да она просто нет она просто тоже быть мощная она вообще нашу бомбу это прибьет сейчас бомба а потом где грузинам да согласен потом грузии сравним тоже грузин с грузином кольца рядом должна стоять но бомба которая стоит вам подороже я не помню правильно вот она должна сейчас справиться в общем выступить не хуже чем это гарначу потому что тем бронилия традиционно считается сортом более таким ярким наш таким игривым но это расскажу я про эту бомбу что она из региона мурсия вот я прочитал на этикетке принципе солью дизельную работу сделал да даже есть вот чуть на стекло ты мне подарил а у меня очки да у тебя очки но завидуйте жучки и паучки есть у него волшебная лежу да значит мурсия вообще вы редко встретите вино из региона мурсия на рынке это маленький регион я как-то проезжал его на машине мне не заметил да и даже не заметил как проехал я решил что там живут мурсики вот в этом регионе них там есть минастрель такой сорт в общем ну ночью они делают такие видно ты честно говоря такие знаете дешевенькие какие-то простенькие не знаю что наверное может там какая-то организация завелась как которая сделала вино под названием бомба но сейчас попробуем принципе а вот то есть ничего не предвещало что мурсики сделают что из уронил не сделают вот тоже организация очень вопрос я воню боюсь по нас это будет время как бы вот это название как бы нас очень не забанили за пропаганду каких-то так действий потому что если так то стоит уловительно стоп словак ну всякие такие контрольные будем же надо обладать в общем вино би на серьезными амбициями чтобы выйти на рынок с названием бомба может по-тампорильски это давай будем пробовать по-мурсиански по-мурсиански что-то другое ну не знаю может быть мне кажется это они именно то имели ввиду совсем другое да ну пока очень но яркая но дальше ему трудно после гарнача на поле она уходит в цвет но проще да в цветах лица в цветы по камеру и без черные ягоды цветочная проще ну пошел вот этот аромат который я называю ароматом фиалка роза вот он есть часто в пион но такие знаешь красные цветы такие вот яркие не такая легкая вот ну легкомысльность так как травянистик немножко ну пока еще не берусь но вот в аромате полу девочкам понравится девочкам понравится однозначно хотя я думаю что девочки и против гарначи возражать не будут в общем это есть их приучить что пробуем давай не порвала но рванула на другом ключе да я бы сказал что взрыв был более направленным то есть в том смысле что он как тискает прямолинейный как выстрел да он прямолинейная и она как бы пошла такая вот на раз и ты вот то что ты в носе ожидал здесь такая сладость есть и какая-то вот собранность то есть если гарначи она предлагает розу хоп такая мощная все полностью заполняет это на король а это я бы даже еще охладил бы эту бомбу извините за выражение вот и и немножко прохладненько бы пил например где-то с девочками там какой-то легкая там может быть чуть-чуть подслащена там мясо вот паштет то есть каким-то там одним из твоих соусов таких знаешь чуть-чуть латковато халвой посыпать но ты зря смеешься это очень вкусно ну если халвой посыпать тут час со всего будто сбегутся к нам женщины вот посмотря но на самом деле смотря она пошло развиваться сейчас и она породила немножко в наших в нашем как бы дегустационном таком параде вот этих вот звезд да она породила немножко другой формат да и мы понимаем что она хорошо по-своему то есть у него все-таки есть но я ему 45 не поставлю все-таки это 44 моем понимании может даже 43 но очень достойно да очень прилично очень хорошо но все таки не могу понять появился новый тон какой-то я тебе говорю идет идет цветочная группа вот в моем понимании это цветочная группа роза пион роза здесь есть что-то очень знакомые но вот но надо привычку чуть-чуть но привычка там фантазирует ты просто вспоминаю запахи которые ты знаешь на самом деле у нас в черные ягоды да красные ягоды там но есть ароматический круг там все равно здесь есть может какая-то и туле не гвоздика не гвоздика вот такие вот вещи вино насыщенного гранатового цвета полнотелая и приятно сбалансированные сочными танинами в богатом ярком послевкусие рекомендуется употреблять при температуре плюс 15 плюс 18 с блюдами из красного мяса пастой и пряными сырами ну просто у меня есть в запасах конечно коре я сейчас запил им твой тот самый тартар не мне хорошо понимаем можно я тоже запью свой заходит вообще на ура и опять нормально играет с пряностью ты бы хочу сказать на виду запилай просто же сквозь тартар вообще на ура и причем вот этот вкус сырого мяса он даже здесь вот большей мере играет чем с гарначи потому что гарнача она такая прям аж как будто бы она немножко такая агрессивная боли она она ярче чем она ярче и ярче мясо и она вот как тискать немножко убивает мясной вкус структуру мяса а здесь гармоничный куда а этот как будто подчеркивает и так вместе с ними с мясом аккуратно заходит по и синергический за да здесь нужно подбирать более мягкие какие-то может утка такая вот просто утка там конфи например да со сладким с как они с мандаринами чем там для чем угодно можно да вот например ножка конфи утиная пойдет шикарно утиные паштеты там более сладковатые такие тенны паштеты я помню продавался с этим с мандарином или с апельсином так вот корочка вообще был супер пойдет не бомба бомбой вот но вино тоже достойно рекомендую для любителей более нежных вин таких знаешь ну как сказал женщина ну не желаю и добу бомба более девочка совсем кстати не приторная не сладкая в нем гармонично все раскрыто и кислотности здесь в достаточной мере и сахар здесь вот еще чуть-чуть и было бы сладкая но но здесь его совсем немного то я думаю что полусухой это там до 10 грамм вот но она читается нормально но 44 в моем понимании не хватило не признал слушай но я на самом деле шут узнать так ну вот мы купили еще вина которые бросились мне в глаза потому что я знаю хозяйство это хозяйство виневерия вот очень свое время это были очень дорогие вины я даже не знаю почему они сейчас по такой цене продаются вопрос стали ли они хуже не знаю проверим надеюсь что нет вот это действительно были там видно который по 2000 стоили и в общем и сейчас они попали в красное белое не знаю понимаю таскать понимая экспрессию сотрудников красного и белого они конечно любого производителя могут так отжать что тут уже сдается говорит да заберите по подешевле да и все ну а это что значит что красное и белое заботится о потребителях на самом деле я на самом деле приятно удивлен что все таки можно пойти в магазин который есть скажем извините подворотню в каждой и купить приличное вино даже в бутылку а этот но путем бутылку даже внутренний час на дальнем востоке но ой ой обиделся смотрите патриот бутылка виделся посмотрите на него пробка с этим дуралочка милый мой знаешь дача отличается но это в этом и нет это вырезается прямо из коры дуба вот это видишь то есть там такая кора стоит чувак и такой хренью гильзы такой пробойник уядет вот все потом что остается перемалывают в крошку и спуск склеивать склеим вот такой фигню агломерированная называется а это вот кто который он чувак вырезает из дуба все это натуралка так называемо видишь слово натурал используется не только во всех смыслах обратите внимание друзья мои покажи людям какой прекрасный цвет у этого вина это пурпурный цвет красивейшие собирали потому что муку за не как мы знаем да те кто может быть забыл это собирали замечательном место муку за не которым находится имение чевчевадзе ну такое историческое место вот и вот сразу же с первого носа мы погружаемся в этот удивительный мир грузинского вина удивительный мир сапирави удивительный мир кахетии этого места где сам бог решил выращивать виноград и издревле говорят что первая лоза была найдена в грузии издревле это земля дарила нам великие вина и вот это вино не было достаточно одного втягивания носом чтобы понять что это великая штука и что это перенесет нас в эти удивительные горные вершины и тихая туманная долина кахетинская прекрасно прекрасно черноягодная шелковица черная смородина слива черно-чернослив кемали от кемали да но кемали он потеслее такой немножко так ну я не знаю что даже глотать не хочется я просто нюхал бы и ну давай текут потому что поле у нас листов очень хороший сайт я не знаю зрители вы за нас рады или нет скажите же нам так хорошо в общем они могут себе сделать так да такие сделайте себе также пока у тебя взорвалось я тебя скажу во вкусе просто во рту прелестно огонь да здесь есть все что мы чего мы ждем от запираю да вот это я как-то сказал такое слово не за можно в эфир бросаться там что запикаем запираю это женщина ну ну то есть это конь с да да сначала она кажется таким знаете немного игристым каким-то шелковистым в носе такое цветочная роза и фиалка может быть и знаете такое какое-то вот приятное а потом ты когда друг делаешь глоток ты понимаешь что это вина есть серьезный хребет мужской характер что это вино постепенно в своем бокале превращается такой мужественный сильный напиток понимаешь и здесь но сейчас вот пошла вот такая тональность немножко смородины черные до которая вот когда там делают сок из нее там или варенье вот так немножко отжатая черная смородина такой вот мизговый такой аромат очень прилично очень такой высокий уровень возможно конечно эта серия чуть-чуть конечно проигрывает той который я пробовал раньше по своему уровню да то есть все таки это можно скорее приблизить больше промышленным бросам чем к образцам малого виноделия да потому что мы должны понимать что есть еще великие вина да нет не только те вина которые мы можем купить за 500 700 и даже тысячу рублей на полке но тем не менее и все подчеркивают этот факт что если вы хотите найти действительно интересную мощную сильную грузию а вот для вас вот это вино это такой серьезный и хороший выбор вы получите от этого вина все чего вы ожидаете получить от цепираю от этого удивительного сорта которые выращивают везде и в грузии в россии и молдавии практически практически на всем и в армении на всем постсоветском пространстве у которого много очень гибридную кроссов которого скрещивали наши ученые с другими сортами тоже бастардом а гаражский например рубин могорача то есть это там кросс там разных сортов сапирали сапирали дал жизни новым сортам сапирали есть везде и он остается и будет всегда сортом посланником черноморского вот этого стиля понимаешь он всегда пойдет черноморской кухне там камбале там может пойти там к этим замечательным всем шашлыком самому разным за разного вида там не знаю там шашлыком и бабам как бабам и ки и бабам тоже да значит и обороге это в говяжий там телячий там свиной шашлык любой на вот это всегда сапирали всегда это такая классная штука ну как тебе-то коленчатой опять тебе сказать не дает а я скажу в носу я чумал только но я скажу в носу для меня есть что-то отталкивающие но это отталкивающие чертовски притягатель или могу вот тут я ощущение свои рассказываю вот чертовски притягательные но когда попадаешь в рот этим напитком вот эту притягательность начинает превалировать над этим отталкивающим крыса всеми твоими романтическими и красивыми словами соглашусь но лишь как я еще и глаголом на жгучерца людей вот но на самом деле коль на вину крутую скажет так вот просто по-пацански нормально офигенно это просто ну просто вот реально там тут и чили меня черешник задания ваш для меня очень неожиданно игрок на первых она точно отличается вот от от этих со стиль вообще просто но на первых это уже та ситуация когда мы можем на винах увидеть сортовые различия не то что мы говорим там одно хорошее другое плохое это это хорошее они просто разные и они разные все и карна час по-своему хороша этим бронире и собираю поэтому здесь вообще без вопросов я просто очень рад что это вино еще можно купить меня просто рекомендую запасаться потому что собирали прекрасно хранится в бутылке прекрасно просто вот если что имеет смысл закладывать так это собирали можно брать ящик ну коробка 6 бутылок там можно брать 10 бутылок открывать каждый месяц каждый год это будет лучше и лучше десять лет вообще не срок для спирают такого уровня и более того вы будете находить в нем все больше и больше интересных нюансов увидеть как она меняется нас каждым годом как она набирает силу как из него как настоящий джин формируется в этой бутылке попробую спашки за вас друзья за грузию но мы любим грузинов любим вообще всех и вас тоже все-таки побеждает во всех сочетаниях побеждает сегодня тартар серьезно для меня но спорте там уже хорошо но если паштет я просто знаешь как паштет просто смывается изо рта смывается вином и вино опять привали да да тартар вступает с ним какой-то сначала как ты говоришь антагонизм да а потом происходит синергия даже наступает то есть это потрясающе конечно история которая мы сегодня куры с тобой попробовали устроили себе праздник жизни сейчас назовем друзей женщин в акханах давай бокал против часовой стрелки вращать сейчас придут так кэнзмараулей ну поехали а ты хотел уже себя наверное зажучить бутылку кэнзмараулей чтобы у меня еще не знаю стоит ли мира ну и веневерия не должна нас подвести вот но вот мне доводилось пробовать веневерию наверное лет чтобы не соврать лет наверно 67 назад прямо на хозяйстве то вот и тогда веневерия показалась мне все-таки в большем мере ну не такой промышленный да ну на придавать так во первых по оценке макузане но точно четыре с половиной тоже моем понимании вот это четыре с половиной вообще без вопросов вот ну вот то вино когда тогда то пробовал то было бы уже где-то 46 там может быть даже 47 я думаю все таки что это более какие-то промышленные образцы как и все равно уровень 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 очень крутой очень крутой вот потому что ну я не знаю потому что просто идешь идешь в ларек да тоже натуралка смотри цвет клада пупу прям такой вообще красотища не пробка на года алкоголь с такой виду с таким а пробка то натуралка знаток на так но ты и рассказать и паркинзмараули конечно кинзмараули это что супер ну принцип это правильно говорить но вообще кинзмараули это место ты понимаешь то что добраешься чем какие-то то есть у вас любое вино это местность ну сейчас в кокете это восточная часть грузии и практически все вино там делается собираю как и все то есть собираюсь собираюсь спираю как там в таскане сан-джавезе например вот ну грузины такие знаешь они такие немножко на расслабоне такие они особенно кахетинцы я славится такой знаешь расслабленностью и не говорят а зачем нам вообще другие сорта если собирают зачем напрягаться если напрягаться удовольствие не будет да но в кинзмараули это особенно жаркая часть кахетинской долины который традиционный виноград возревал быстрее и ну сильнее да с ним накапливалось больше сахара соответственно вино даже не сбраживалась до конца то есть нем оставался сахар не весь спирт переходил сахар и вот конце концов стали делались сахар переходил да 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 прошу прощения вот и получается что вот эта сладость это природный сахар который остался в остался от виноградного сахара и соответственно мы можем определять соотношением вот это вот зрелости ягода и и кислотности сочетания всех ее свойств и вот это натурального натурального остаточного сахара вот ты сразу слышишь те тона которые мы слышали все праве уже чуть сладкой но здесь как бы мы всегда знаешь как тут когда описываешь вино ты можешь всегда говорить что если там была смородина здесь смородиновое варенье начал если там была там черешня здесь черешневое варенье глотаем вот это одно из тех редких сочетаний в кинзамараули вот кислотности сахара спирта всего-всего-всего которая дает вот эту классную гармонию нет вот этой вот традиционно для сладких вин такой плоскости какой-то невыразительности здесь выразительность до притомности нет здесь выразительный вкус яркий вкус такого знаешь как будто бы даже не из черешни а из сушеной черешни варенье сделали понимаешь под копченой да какой-то под копченой черешни подвяли вот совершенно верно да чувствуешь да вот это прям вяленость такая не она такой дает какую-то невероятную пикантность я думаю что здесь какой-то еще сыр можно такой вот классный бы я люблю мягкие сыры например такой типа сулугуни там или еще как-то вот наш и вот это так что заиграет классно это вообще такое вино можно пить просто как бальзам как нектар после компотик да ну нет компотик это слишком что-то всегда такое знаешь плосковато здесь как бальзам согласен да здесь такой знаешь что но после обеденной ты когда там обычно застолье грузинской сопровождается оранжевыми винами да то есть винами из квеври белыми винами сделаны в квеври то это прекрасно там финализирует когда уже все поели что-то сладкого это давай кинзмараули прекрасный кинзмараули ребята один из лучших стоит вообще ерунду бегом в красное-белое покупаем эту понимаете ну карту то нам дадут да ладно когда мы карты да там это карта там она помню ничего не дает ни скидку ничего там просто какие-то накопления ты все потом сгорает то надо все за этим следить не знаю эти карты никогда не беру ну вот ты не знаешь где-то окажешься за спрашиваю спрашивают ну а мы честно грим нету да на мой денег даже не платить никто вот нам уже бонусы пора собирает понимаешь и у давай попробуем на всякий звучи стартером да сейчас я попробовать от себя скажу во первых в носу пропала ты тут не знаю что у меня там отталкивает уже этого нету а во рту на удивление ну небольшой я любитель сладких вин но во рту на удивление баланс правильно подметил сбалансирована и кислотность и сахар и минеральность что там еще в общем во рту хорошо не люблю приторность вот не люблю когда вот как варенье а вот здесь этого нет несмотря на то стану сладкой на но моем понимании таким параули на 4 6 вот уверен это у нас максимум 4 4 6 максимум то есть это 4 5 и поставят 4 6 чебе разговоров я вообще честно всегда пристально очень обращаю внимание на полушеки полусладкие вина я считаю что это сложнейшая для винодела вызов сложнейший барьер рубеж который он должен взять не этот это вина сделано прекрасно я не знаю может быть будет другая партия или что-то вам попадется не такое но я вам просто вот здесь вот учитывая мой там 20-летний опыт в вине я говорю что это очень классно а за эти деньги это вообще ну выдающаяся история да потому что но сегодня вопрос денег ну вар важен для людей понимаете и очень многие люди сожалению считают что если вино стоит недорого там 500 600 700 рублей она обязательно должно быть какое-то там неправильно это не так получается понимаете сегодня вырастется доллар логистика сложности с международным положением и так далее может быть такого вина уже не будет вы сегодня в эти 500 зато прежде она будет стоить 700 потом тысячу да и вы скажете ой это нормальное вино а за 500 вы его не брали вы говорите за 500 рублей вина хорошего быть не может да поверьте мне если человеку не сказать сколько это стоит налить ему в бокал хороший большой там огромный для красного вина там так вот ему там декортирует и сказать ему что это вино там за 5000 рублей он совершенно спокойно этому поверят а вода за эту бутылку 8 лет поэтому ребята верьте только себе своим ощущениям своим своему организму до своей душе своему глазу носу и рту вот и все что у вас есть это ваша собственная сущность понимаете ваш собственный ум и ваш собственный организм которым надо доверять но что ты как финализируем значит коля прекрасен как всегда вот эти ты рассказывал про эти чипсы да вот креветочные чипс покажу у себя на канале а до коля же сделал канал еще не сделал но ты не не анонсируем пока стесняется у моего взрослый человек уже волосы потерял все стесняешься елки-папа их он выдавил да но он ждет он просто нагнетает понимаете сейчас от истерии вокруг себя то есть как когда коля откроешь как я с чирского три года чирский ждал и просил меня откройте люди люди просили а я никак не открывал ну ребята я предлагаю выпить тост я честно говоря очень спонтанно мы сняли этот ролик мы пошли просто в магазин с коли который у него тут в двух метрах от него практически в соседнем доме купили первое попавшееся под руку вино и это оказалось в общем очень приличным очень вкусным и дай бог всем здоровья и вкусной еды и вкусного вина хорошей жизни и хорошего настроения вот так ура 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 Продолжение следует...